В Казахстане продолжаются масс-кадровые перестановки после январских событий. От должности заместителя министра обороны освобожден Дарын Туяков. Соответствующий указ сегодня подписал Касум Жумар-Токаев. Документ опубликован на сайте Аккорды. Накануне президент назначил нового главу оборонного ведомства. Им стал Руслан Жаксылыков. В Алматы пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей сроком на три месяца. Отсрочили субъектам МСБ и выплаты по аренде. Об этом заявил Аким города. По словам Бакаджана Сагентаева, сейчас ведутся переговоры с частными арендодателями. По предоставлению льгот в Акимате уточняют, что коммунальные расходы будут уплачены за счет средств местного бюджета. А вопросы касательно аренды будут решать в индивидуальном порядке. Все зависит от суммы ущерба. Сагентаев также сообщил, что пострадавшие алматинские медики, полицейские, пожарные получат денежные выплаты. Тяжело раненым обещают перечислить по 2 миллиона тенге. По 500 тысяч выплатят за легкие травмы. Вопрос реформирования Самрук Казна обсудили в правительстве. Совещание прошло с участием премьер-министра Алихана Смаилова. Как именно будет изменена работа холдинга пока неизвестно. Но главная задача, которую ставит Кабмин перед руководством компании, повысить эффективность и прозрачность Самрук Казна. Напомню, ранее президент Касым Жумартукаев поручил пересмотреть порядок закупок фонда из-за регулярных жалоб. В Казахстане побит очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения ковид. За сутки в стране выявлено почти 16 тысяч заболевших. Накануне эта цифра не превышала 14 тысяч. Наибольший прирост в столице Алматы и в Карагандинской области. По данным Минздрава от коронавируса и пневмонии погибли за сутки 12 пациентов. Больше 4 тысяч детей заболели коронавирусом в столице только с начала этого года. Такие данные представили в департаменте санэпидконтроля. Там отмечают высокий уровень заражаемости ковидом среди школьников. Треть инфицированных – это воспитанники детских садов. И при этом основной рост заболевших зафиксировали после 12 января. И установлено, что чаще всего дети подхватывали вирус от родителей. Тем временем отменить или ослабить ограничения на поездки между странами из-за коронавируса предлагают ВОЗ. Эксперты организации уверены, что существующие запреты вызывают стресс и на деле никакой пользы не приносят. Например, несмотря на строгие ограничения, омикрон довольно быстро распространяется по всему миру. Тем не менее, ВОЗ считают, что ради снижения риска распространения инфекции власти могут требовать от путешественников ПЦР-тесты и помещать их на карантин. Между тем, почти все коронавирусные ограничения снимает Британия. В королевстве отменяют масочный режим, зеленые сертификаты и удаленку. Сотрудники могут вернуться в офисы, посещать ночные клубы. Массовые мероприятия разрешено всем желающим. Более того, Лондон также планирует отменить обязательную изоляцию для инфицированных. Власти объясняют, существующие ограничения не особо сказываются на заболеваемости. Кроме того, вакцинированные жители требуют больше свободы. Сегодня начинается новая глава борьбы с коронавирусом. План Б, который был введен из-за распространения штамма Omicron, будет снят. Страна возвращается к плану А. И мы все можем гордиться этим моментом. Благодаря рекордным показателям вакцинации и тестирования мы можем снять ограничения. Но это не конец пути. Мы не можем искоренить этот вирус и его будущие варианты. Вместо этого мы должны научиться жить с COVID-19 так же, как мы научились жить с гриппом. Коронавирус нанес колоссальный ущерб туризму в Грузии. В прошлом году страну посетили около 2 миллионов иностранцев, что на 80% меньше до пандемийных показателей. Казалось, что на новогодние праздники сфера начнет оживать, но все планы нарушил Omicron. Его быстрое распространение поставило под угрозу зимний туризм. Из Тбилиси репортаж Юлии Тужилкиной. Яблоку негде упасть. Так обычно описывали эту часть старого Тбилиси. До пандемии здесь были толпы туристов. Для восстановления туристической сферы Грузия одна из первых стран, что открыла границы для иностранцев. И вроде бы показатели поползли вверх. В ноябре и декабре были оживленными. Но сейчас у туризма новый невидимый враг под названием Omicron. Эпидемиологи предупреждали. И вот это случилось. В Грузии за последние сутки зафиксировали более 8,5 тысяч инфицированных. Это абсолютный антирекорд за всю двухгодичную историю пандемии. Единственная позитивная новость – смертность снижается. То есть потихоньку самый плохой индикатор идет вниз. В стране из всех положительных тестов 50% заражены Omicron. В Тбилиси, где больше всего инфицированных, 65% болеют Omicron. В регионах по 30-35%. Циркулирует Omicron в основном среди молодежи. Средний возраст инфицированных 33 года. Протекают вирус легче, отмечают врачи. Однако масштабы его распространения внушают опасения. Сейчас в стране разгар зимнего туризма. Вообще-то турист зависит все время от этой инфекции. И поэтому мы уже забыли, что в 2019 году мы приняли 7,7 миллионов туристов. Такого не было. И вот в конце прошлого года мы достигли где-то 30% того, что было 2 года тому назад. И вот надеялись на это. Ну вот Omicron сейчас очень под большой угрозой зимний туризм. Ну, как ученые думают, летом будет легче. Распространение Omicron сейчас явно не способствует развитию туристической сферы. Но пока в стране не говорят о новых ограничениях. Медики призывают всех вакцинироваться. И даже думают о материальном поощрении за третью бустерную дозу прививки. Эпидемиологи прогнозируют пик шестой волны на февраль. В Германии зафиксирован максимум заражений. Впервые с начала пандемии количество инфицированных превысило 100 тысяч в сутки. На этом фоне в стране не стихают дебаты касательно обязательной вакцинации. Некоторые политики считают, что только так можно победить волну Omicron. Кто в Германии уже обязан привиться, расскажет Шолпан Найманбаева. Волну Omicron вирусологи прогнозировали в середине февраля. Но, как показывают цифры, коронавирус стремительно распространяется в Германии. Еще неделю назад в стране регистрировали 80 тысяч больных. Сейчас же число зараженных перевалило за 110 тысяч в сутки. Это новый антирекорд. Omicron штамм уже доминирует в Германии. Его находят в 70% случаев. Эксперты бьют тревогу. В ближайшее время страна может столкнуться с нехваткой мест как в реанимациях, так и в обычных палатах. В этой связи глава Минздрава предлагает ввести в Германии обязательную вакцинацию для всех граждан. Однако, пока эта мера коснулась только определенных профессий. К примеру, военных. Для солдат Бундесвера отказ от прививки равнозначен не по виновению приказу. За это может грозить увольнение из вооруженных сил. Следующими обязать вакцинироваться хотят сотрудников частных врачебных практик и стоматологии. По предписанию Минздрава иммунизироваться должны не только медики, но и другие сотрудники клиник, уборщики, повара и водители. До 15 марта они обязаны предоставить справку о вакцинации или о выздоровлении. В противном случае за отказ прививаться скептиков ждут штрафы до 2500 евро и даже увольнения с работы. Но по статистике, большая часть медперсонала ФРГ уже вакцинирована. Я за общую вакцинацию. Я многие годы работал в образовательной сфере и знаю, что в нашей профессии ежедневно контактируешь с множеством людей. Очень важно не заразиться и не стать разносчиком среди коллег и учеников. Это касается и врачей. Я считаю, не делать прививку можно только по медицинским причинам. Иначе из-за недостатка мест в клиниках люди, больные раком или другими заболеваниями, не могут быть прооперированы. Это неправильно. Обязательная вакцинация – это сложная тема. С одной стороны, это нарушает свободу человека, а с другой, с помощью этого, мы могли бы быстрее победить пандемию. Я думаю, для некоторых профессий обязательная вакцинация точно нужна. К примеру, для учителей, так как в школах буйствует пандемия. Лично я сам получил три прививки, так как это важно не только для меня, но и для всего нашего общества. Германия серьезно рассматривает возможность введения обязательной вакцинации. Со следующей недели в Монастаге начнутся консультации по этому вопросу. Кстати, мнения политиков уже разделились. Как же Германия будет бороться с волной омикрона? Новыми ограничениями или принудительной вакцинацией? Вопрос, который пока повис в воздухе. Шулпана Иманбаева, Милослав Ивановский, Хабар, 24, Германия. Продолжим выпуск. Пхеньян может пересмотреть действующие моратории на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. На возможность возобновления временно приостановленных видов деятельности КНР намекнула, цитирую, в связи с враждебными шагами со стороны США. Это решение принято на заседании Политбюро Трудовой партии Кореи во главе с Ким Чен Ином. На встрече было заявлено, что военная угроза со стороны Штатов достигла опасной черты, которую больше нельзя игнорировать, а конфронтация с Вашингтоном принимает затяжной характер. Северокорейские власти приняли решение немедленно начать работу по укреплению национальной обороны. Ближний Восток засыпает снегом. Сильнее всего экстремальные для региона погодные условия сказались на Ливане. Низкая температура, по прогнозам синоптиков, продержится еще три дня. Местные жители в буквальном смысле замерзают в своих домах. Затяжной экономический кризис привел к тому, что большинство людей не могут позволить себе приобрести топливо. Стоимость одного куба древесины равняется пятикратной минимальной зарплате. Мы страдаем. Прямо сейчас у меня есть немного дров, но после этой метели у меня их не будет. Мне нужно найти дрова и купить их. Но цены очень высокие и продолжают расти. Тяжело приходится водителям в турецкой провинции Дьяр-Бакыр. Их машины скользят по обледенелым дорогам. Десятки авто попали в аварию. Северные, восточные и южные районы Турции ожидаются будут находиться во власти непогоды до конца недели. Канадцам не привыкать к суровой зиме, но снегопад, который жители наблюдают сейчас, бывает раз в 10 лет, сообщили в метеослужбе. Коммунальщики не успевают расчищать трассы. Некоторые водители бросают машины прямо на дороге, не сумев дальше продолжить свой путь. Высота сугробов местами достигает 60 сантиметров. Вслед за выпавшим снегом пришла метель. В Торонто временно закрыли метро, в аэропортах Квебека и Онтарио отменили сотни авиарейсов. К новостям в Казахстане. Дефицит поливной воды вновь ожидают фермеров Казлардинской области. Специалисты говорят, в водохранилищах, расположенных вдоль Сырдарии, уровень запаса воды меньше прошлогоднего. Из-за маловодия в прошлом агросезоне земледельцы региона были вынуждены сократить площади посевов на 5000 гектаров. В этом планируют сократить еще на 3000. Подробно об этом наш сюжет. Проблема поливной воды будет ощущаться острее. Такие прогнозы делают гидрологи. Уже сейчас в Токтагульском, Шардаринском и Коксарайском водохранилищах запасов на 30% меньше, чем в прошлом году. Это означает, что уровень Сырдарии будет еще ниже. Количество воды, поступающей в Шардаринское водохранилище, пока неизвестно. Информацию об осадках от Узбек-Гидромета и Кыргыз-Гидромета мы еще не получили. На данный момент вода в Коксарайское водохранилище не поступает. В предстоящий агросезон планируется возделать 187 тысяч гектаров посевных площадей. 80 тысяч из них будет отведено под рис. Это почти на 3000 гектаров меньше, чем в предыдущей. И это, возможно, не предел, считают специалисты. Все будет зависеть от объема воды, поставляемой в вегетационный период. К сожалению, на данный момент лимиты не утверждены. Этот вопрос будет решаться на межгосударственном уровне. Исходя из достигнутых договоренностей, мы уже будем рассчитывать посевные площади под рис. Возможно, придется сокращать еще. Чтобы хоть как-то решить усиливающуюся из года в год проблему маловодия, в регионе разработана дорожная карта. До 2025 года планируется реализовать 25 проектов, в том числе поиск дополнительных источников, очистка каналов и повторное использование сброшенных вод. Сброшенную в Куандаринский канал воду мы планируем вновь направлять в Сардарию. В этом году будет разработана проектно-осметная документация. Следующим проект начнем реализовывать. Это позволит обеспечить поливной водой весь Казалинский район и дополнительно пополнять Аральское море. На сегодняшний день в Шардаринском водохранилище накоплено около 3 миллиардов кубометров воды. Это почти на 900 миллионов меньше, чем в прошлом году. На бесперебойное орошение пассивных площадей региону требуется порядка 4 миллиардов кубометров в живительной влаге. Однако будут ли они, неизвестно. Кристина Алмаз, Кузаид, Мухаммед Байдулдаев, Казларда, Хабар, 24. Казахстан А вот Кнауп и Кака пока останутся на карантине и пропустят первый матч нашей сборной против Словении. Игра, кстати, состоится сегодня. Команду возглавит ассистент главного тренера Сергей Коридзе. 19-летняя летчица из Бельгии готовится завершить кругосветное путешествие, войти в Книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая женщина, самостоятельно облетевшая весь мир, да еще и на легкомоторном самолете. Свой финальный полет домой Заре Резерфорд пришлось отложить из-за плохой погоды. За 6 месяцев девушка облетела 57 стран. Чтобы отправиться в увлекательное путешествие, она на год отложила поступление в университет. Своим примером молодая летчица хочет вдохновлять девушек заниматься любимым делом. Это мечта всей моей жизни – облететь мир на самолете. Идея была просто безумная, и я всегда думала, что это невозможно. Но потом решила, что если я никому об этом не расскажу, то этого никогда не случится. Поэтому сказала об этом своим родителям, и они меня поддержали. Десятки гигантских черепах, выросших в неволе, выпустили в дикую природу на Галапородских островах. Их содержали в условиях, максимально приближенных к естественным. В частности, воду и пищу они получали только в определенные дни недели. Такая стратегия гарантирует, что у рептилий проявятся инстинкты выживания. Прежде чем выпустить животных, их тщательно осмотрели, провели анализы, и вольную жизнь начали только здоровые особи. Весь процесс занял порядка 8 лет. Сначала мы отлавливали производителей, отделяли самцов от самок, ждали, пока они спарятся и отложат яйца, забирали эти яйца в инкубаторы. Там они находились 120 дней при температуре 28 градусов. А после вылупления черепашат мы ежедневно следили за их здоровьем и диетой. Мы на этом закончим, немного позже вернемся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok